В 2015 году Музей истории и искусств В Вене прошла выставка, на которой Демонстрировался только один портрет Шубка Питера Пауля Рубинса Картину просветили рентгеновскими лучами И увидели совсем другой фон Который позднее был переписан самим художником Сейчас на картине перед нами Предстает обнаженная Елена В полный рост в шубе Свободно накинутой на плечи Она стоит на красном ковре, позади темный фон Но если присмотреться справа Можно увидеть львиную маску Из пасти которой бьет струя воды Такие фонтанчики располагались Как правило на улицах И тут возникает вопрос А где же собственно Рубинс нашел Молодой жене место для позирования Изучение пространства позади Елены Выявило нечто любопытное В первом варианте она стоит Перед двухуровневым фонтаном Который установлен в полукруглой нише Наверху находится Небольшая каменная фигура Кудрявого мальчика Задравшего рубашку, чтобы помочиться Несомненно, что первоначально Рубинс изобразил супругу на открытом воздухе Но картина достойна отдельной выставки Даже если бы пытливые ученые Не нашли в ней никаких секретов Кроме очевидного Это работа страстно влюбленного И восхищенного любующегося художника Елене Фоурман было 16 Когда она вышла замуж За 53-летнего Рубинса Дипломата, дворянина одновременно Испанского и фламандского Самого знаменитого художника страны Она была дочерью торговца Коврами и шпалерами Кроме нее в семье было еще 10 детей За нее не давали большого приданного Но она была молода и прекрасна В богинях, грациях и нимфах Рубинс до сих пор только предсказывал себе Образ Елены Наделяя всех этих мифических женщин Ее еще не встреченными чертами Теперь этот образ получил живое воплощение Нежное, добродетельное, сияющее Елена появляется в жизни Рубинса В то время, когда он уже научится писать женщин В его дню нет пошлости и вызова Его женщины сияют светом тонкой кожи Через которую светятся синеватые вены Глядя на одну из его обнаженных красавиц Восвященных виду Рени Однажды сказал Что должно быть фламандец Подмешивает настоящую кровь в свои краски Настолько изображенные тела полны жизни Рубинс был влюблен без памяти Он так спешил жениться Что послал эрцгерцогине Изабелле Запрос провести обряд венчания в католический пост Питер Пауль напишет другу Я взял молодую жену, дочь честных, горожан Хотя меня со всех сторон старались убедить сделать выбор при дворе Но я испугался обычной, для знати дурной черты, гордости В особенности сильной у женского пола Я хотел иметь жену, которая не краснела бы, видя, что я берусь за кисти Он не просто отказывается искать счастье при дворе Он уйдет оттуда навсегда, пользуясь своей необъяснимой способностью оставаться любимчиком королей Выдвигая им собственные условия жизни и работы Он уходит за дипломатическую службу Поселяется в загородном замке Задаривает молодую жену драгоценностями и пышными нарядами И еще бесконечно пишет ее портреты Шубка самый интимный и игривый Рубин вписал его в свое удовольствие и завещал после своей смерти Елене Сначала он пишет поясной портрет В котором отвешивает поклон в сторону тициановской девушки в меховой накидке Потом добавляет к основной доске еще одну И доставляет сам себе счастье написать Елену в полный рост Елена Форман была признанной красавицей А Рубин слишком образованным и мудрым мужем Чтобы запереть молодую жену в стенах загородного дома Он пишет ее щедро и настойчиво В образе Венеры в полотне Суд Париса В образе Версавии и одной из трех краций Он без малейших сомнений спорит с заказчиком Между прочим королем Испании Когда тому вдруг покажется слишком вызывающей ногата богинь в Суде Париса Рубинс уверен Это самое лучшее, что есть в его картине Как и Елена Форман Лучшее, что есть в его жизни Редактор субтитров А.Семкин